Музыка Ограбили старушку 86 лет. Преступление совершено. На яграх пожилая женщина собралась в аптеку за лекарствами, взяла деньги и вышла в подъезд. В подъезде к ней подошли двое молодых людей, девушка и парень. И предложили свою помощь в оказании сходить в аптеку, что-то приобрести. Бабушка дала им лекарство, которое надо купить, достала кошелек. После этого девушка вырвала у нее из рук кошелек, после этого скрылась. Денег в кошельке было 100 рублей. Но факт грабежа сильно ухудшил здоровье пенсионерки. Она сразу написала заявление в правоохранительные органы. Полиция разыскивает преступников, предположительно обоим около 25 лет. Задержали почти со 100 граммами гашиша. Жители Наринмара сотрудники полиции остановили на улице у речного причала. После оказалось при себе 33-летний молодой человек имеет значительный размер наркотических веществ. По этому факту возбуждено уголовное дело. Как сообщают сверодвинские наркополицейские, у нас в городе гашиш только на третьем месте. На втором соли, на первом миксы. Существует три размера. Это значительный размер, крупный, особо крупный. И в зависимости от размера наступает та или иная уголовная ответственность. Чаще всего в нашем городе изымается наркотические средства миксы. Уголовная ответственность наступает с 0,05 грамма. Если вы обладаете информацией о продаже или употреблении какими-то лицами наркотических средств, вы можете позвонить по телефону горячей линии 56 87 50. За поддельное право штраф 30 тысяч рублей. Жителю Архангельска, судя по всему, было лень сдавать экзамен автоинспектором. И он решил купить права в интернете. Документы были оформлены на другого человека. Он только вклеил туда свою фотографию. Подделку сотрудники ДПС заподозрили при проверке документов. Приговором суда нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Продолжение следует...